Продолжение следует... Да, я пользуюсь фотошопом, а не карандашом, но все остальное это традиционные техники рисования. Я не пользуюсь слоями, либо другими цифровыми примочками. Все, что я делаю во время курса, вы можете повторить у себя дома. Вам потребуется лишь бумага, карандаш, эластик и ничего более. Сегодня мы рисуем ложки. В этом занятии я познакомлю вас с так называемым жестовым рисованием. Суть в том, что вы рисуете не конкретные контуры, а скорее общую суть объекта. Это отличный способ развить в себе навыки рисования. Итак, я буду использовать край карандаша. Я рисую прямые линии, чтобы показать общее направление и ориентацию ложки. Она лежит передо мной. Тут же я показываю, как падает тень. Прямо под ложкой. Затем я разделяю отрезок. Одна третья это головка ложки, остальное ручка. Вот тут ложка кончается. И так вверху головка ложки. Я рисую ее от плеча свободными движениями. Затем я рисую длинную дугу, которая кончается в конце отрезка. Как видите, эти отрезки и отметки показывают мне, где начать и закончить арку. Если удалить арку, я, кстати, использую мягкий эластик, но вы можете использовать и жесткий, если хочется. Так вот, когда я рисую арку, я не вывожу ее медленно и аккуратно, как показано на видео. Я знаю, где мне нужно начать и остановить. Я просто рисую арку одним широким движением. Вот так. Точно так же, как с овалом. Я знаю, где он начинается и где он заканчивается. Поэтому я рисую от плеча быстро и легко. Такие штрихи это идеальные штрихи для набросков. Если мне нужно будет сделать эти линии точнее и тоньше, то я без труда смогу это сделать. И в этом случае лучше использовать острие карандаша, чтобы линии получились острее и точнее, а сами движения медленнее. Во время рисования само острие будет врезаться в бумагу, поэтому рисовать быстро не получится. Вот я вижу, что кончик ложки должен быть более плоским. Вот тут можно добавить более точные линии. Кроме того, нужно поработать над местом, где головка ложки переходит в ручку. Но это не так важно. Куда важнее сами линии, потому что они являются основанием эскиза. Так что давайте попробуем еще раз. Итак, я использую край карандаша, чтобы линии получились мягкими и плавными. Вот общее направление. Следующий шаг – отметить одну третью отрезка. Это будет головка ложки. Это довольно важный этап, связанный с визуальным измерением. Тут вы можете отточить свои навыки. Когда вы рисуете, очень важно уметь смотреть. Если не заметить ошибок на начальной стадии, то можно испортить всю работу. Вот это правильная пропорция. Но вот мы чертим отрезок и отмечаем головку ложки. Вот в таком масштабе. Вот тут кончик ложки. Я могу нарисовать симпатичную ложку, но у нее будет гигантская головка. И даже если детали будут выглядеть симпатично, эта ложка не будет похожа на настоящую. Итак, при создании жестовых набросков нужно уделять внимание пропорциям и общему образу предмету. Такая ложка выглядит неестественно. Мне такой рисунок не нравится. Итак, вот у меня правильная пропорция. Дальше я рисую основную дугу. Одно широкое движение. Затем арка изгибается вверх и приобретает форму овала. Иногда даже можно использовать внутренние контуры. Вот тут контур ложки изображен с такого ракурса. А вот я создаю общий контур. Вот что вы увидите. Арка идет вниз, а затем вверх. После чего кривая замыкается. Итак, еще раз. Жестовые наброски создаются краем карандаша. Используйте свободные, не скованные движения, чтобы рисовать увереннее. Можно немного стереть эскиз с мягким ластиком. Обнажится структура наброска. Можно выделить структуру более ярким цветом. Эта структура крайне важна. От нее зависит очень многое. Поэтому очень важно научиться создавать легкие и плавные жестовые наброски. Далее вы познакомитесь с более четкими, строгими и точными техниками. Но в долгосрочной перспективе эта жестовая техника очень полезна. Поэтому вот эта фаза прорисовки, которую я вам продемонстрировал, на данном этапе не важна. Не обращайте на нее внимания. Домашнее задание для вас такое. Не знаю, ходите ли вы в художественную школу или не собираетесь отдохать вообще. Но вот вам несколько типичных занятий из художественной школы. Итак, 20 ложек. Жестовые наброски, поэтому ложки не нужно рисовать детально. Вы вообще можете использовать только край своего карандаша. Вам будет достаточно этого. Все, что вам нужно, это правильно отразить пропорции и общий образ объекта. Когда сделаете 20 ложек, вы начнете понемногу набивать руку. Не останавливайтесь. Нарисуйте 30. В этом случае количество действительно переходит в качество. Итак, желаю вам интересной работы с ложками. Постарайтесь привыкнуть к рисованию краем карандаша. Возможно, что вы никогда этого не делали. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.